Доброе утро, друзья! Если вы хотите порадовать своих родных, близких, любимых, подарить им какой-то оригинальный букет, не обязательно искать в интернете название экзотических цветов. Букет можно сделать из овощей. Расскажет, как это сделать нам флорист Анна Калугина. Она у нас уже появилась в студии. Доброе утро! Доброе утро! Расскажите, как вам в голову, или не вам, или не в голову, пришла идея делать букеты из овощей. На самом деле, первые букеты из овощей, наверное, я делала, когда была вот такой маленькая, ходила под стол, и когда зимой маме нечего было дарить, я дарила ей морковку, я дарила, собирала какой-нибудь пучок зелени, который валялся дома, и она была рада. А в профессиональной сфере, наверное, я начала делать букеты с овощами, когда начались букеты невесты, которые хотели выделиться. То есть среди цветов мы, например, добавляли инжир, мы добавляли яблоко, мы добавляли гранат. И потихоньку цветы стали вытесняться, появились овощи, теперь мы делаем... Для самых голодных невест. Вы представляете, идет такая невеста, потихоньку пожирает, значит, свой букет. Вы же к нам принесли уже заготовки, я так понимаю. Да, я все поставила на палочки, то есть в таком виде мы добавляем овощи и фрукты в букет, они съедобные, их можно потом аккуратно снять, помыть, и все будет нормально. То есть такие букеты абсолютно можно есть в любой... А что это за палочки? Это обычные деревянные шашлычные палочки, чистые, ничего с ними не пиздец. Ну вот элементарные шпажки, да? Так, у нас, значит, сегодня есть салат, речка, листья березы или что это? Нет, это листья салала, они декоративные, они ничем не обработаны, мы их уже промыли. Салала? Да. Салата, может быть? Нет, это салала. Салала. Хорошо, потому что я сейчас подумал, январь на дворе, где вы нашли деревья с зелеными листочками, то есть это можно купить? Мы же флористы. Вот, слушайте, я хотела спросить, для флористов принципиальное отличие, то есть вы смешиваете и яблоки, и перцы, и речку. Нет, да, разграничений между, как бы, как это называется, овощами, которые, в принципе, в одно блюдо мы обычно не складываем. Такого нет разграничений. То есть сметану с картошкой? Ну как вы сметану поставите? Нет, нет, я имею в виду перец, яблоко, речка, то есть мы же это в блюдо ни в одно не смешаем, а вот в букете это приемлемо, да? Да, это из серии того, когда вы цветы какие-то не добавляете в букет, а какие-то добавляете. На мой взгляд, можно добавлять любые вещи, только если они сочетаются между собой. Форма и цвет самое главное, я думаю, да? Форма, цвет и стебель. Если стебель мягкий, и ставить его с жесткими палками, он повредится, и букет не будет стоять. А здесь все жесткое, поэтому... Водка. Все просто. А сколько килограммов овощей обычно вы тратите на создание букета одного? Я делаю букеты разного размера, они делятся на 4 категории. Есть самые маленькие, есть побольше, есть средние и есть большие. Максимальный букет только из овощей и из фруктов весит, наверное, килограмма 2. Но мне доводилось до 20 их собирать, килограммов с цветами. Это кому такой букет? Букет невесты, представляете, в 20 кило? Нет, это был вот такой букет, откуда там зелень не сласит. А потом невеста еще и бросает. Девочки, ловите! Букет из тыквы, из каких-нибудь тяжелых. Так, ну вот пока вы еще дособираете этот букет, скажите нашим телезрителям, потому что мы тут за кадром пообщались немножко, про букеты из мяса. Вы правда такие делаете? Да, я делала букет из мяса, но, соответственно, не из свежего, не из живого, только-только не зарубленного. Из свиных ушей букет. Я представляю, так все-все-все. Нет, не надо из свиных ушей. Так, все-таки из чего? Из колбаски? Это колбасы, это мясо, которое мы едим обычно, то есть копченое какое-то. Все, его закатываешь, ставишь точно так же на палочки и прекрасно даришь человеку, которому уже нельзя ничего подарить. А вот букет из мяса будет прекрасен. Анна, но ведь это своего рода экзотика. Скажите, у вас пользуются популярностью такие букеты? Да. Ну, у нас, в принципе, пользуются популярностью интересные букеты. Мы ребята, которые делают не классические сочетания, которые ставят, если цветы, то ставят ранункулюсы, ставят анимоны, английские розы, в чем в городе нет. Да, не буду грузить вас сейчас информацию, но это примерно вот так. Просто мне интересна реакция человека, которому подарили такой букет. То есть это же так неожиданно. Видела? Я сама дарила такие букеты. Дарит мне чеснок, и я думаю, они считают ли меня вампиром? Макро-чеснок. Если у тебя осиновый колбой забивали, тогда считают. Нет, вы приходите, например, на ужин. Вы идете в семью, вы берете с собой подобный букет. Чтобы удивить, порадовать, это мне кажется интересно. Либо вы идете в гости к подруге, которая вечно сидит на диетах. Чудесно. Подарили букет сельдереем, она счастлива. У нее есть завтрак. Ты знаешь, что дарите мне. Или она не сидит на диете, но вы хотите намекнуть, что пора бы посидеть уже на этой диете. И на самом деле, самый главный плюс такого букета, что его можно сделать самому. Потому что за цветами, ну, вы в любом случае идете в цветочный магазин. За продуктами можно сходить просто в магазин, купить все, что вам нравится. Можно же туда шоколада напихать, если кто-то не сидит на диете. Можно не только овощи использовать. Вообще все, что угодно. Все, что в магазине продается, все можно. Главное, чтобы это было красиво. Это кажется так легко. Попробуйте собрать сами хоть раз. И тогда, наверное, вы со мной немножко согласитесь, как минимум, что это не так легко. Анна, а скажите еще, пожалуйста, сколько будет храниться такой букет? Такой букет хранится ровно столько, сколько стоят овощи и фрукты, используемые в нем. То есть, если здесь мы видим шампиньоны, они стоят недолго, зато редька простоит прям долго-долго. Ну, и перчик красиво может засохнуть просто, да, и... Ну, букеты же дарятся такие, чтобы их ели. Поэтому сегодня-завтра вы их можете спокойно употребить в пищу. Ну, да, мы яблочки с хелишем, пиньончики пожарили. Помочь нам? Перец остался, подсушили. Мы его потом используем для готовки. Полезно. Ведь цветы мы просто выбрасываем. Просто это все идет в корзину. Овощи полезно. И вообще, ты сегодня обедаешь? Я еду в букет. Соседскую герань. Ну что, посмотрите, какой букет получился. Соня уже, да, пошла на рынок это все продавать. Букеты. Убегут. Свежесобранные. Это действительно очень красиво. Ну, в общем-то, вот что получилось. Еще и вилочкой мы это небольшой украсили. Обязательно, чтобы нужно было что-то поесть и чем-то. Можно потыкать вилочкой. Отлично. Друзья, мы закончили готовить этот букет. Благодарим флориста Анну Калугину, которая нам рассказала, что букет может быть не только из цветов, а даже из овощей. Это вкусно и полезно. Далее у нас новости Свердловской области. Передаем слово ведущим программы События.